ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы гимнастка. Почему вас заинтересовал именно этот вид спорта? Увидела в детском саду плакат с красивой картинкой. Очень понравился обзор, скажем так, понравился элемент. И очень прям полюбила гимнастику, решила попробовать. Сейчас вы тренируете детей. Как вы к этому пришли? Завершена ли ваша карьера? Да, моя карьера завершена. И я с детства, когда тренировалась, мне нравилось тренировать, помогать тренеру. Поэтому я получаю удовольствие от этого. Мне прям это очень нравится и вдохновляет меня. Я вообще делаю, что хочу. Хочу задать тебе пару вопросов. Как тебе сегодняшнее мероприятие? Блин, на самом деле очень классно, что вообще создаются такие мероприятия, когда может и человек, там обычно прийти и блогер, и все мы вместе. Вообще круто. Мне очень нравится. А еще здесь очень вкусное пито, советую. Зайдем, потом поедим. А в целом, чем здесь занимаешься весь день? Ну, я недавно только сюда пришла. Вот хочу дойти до блогерской зоны. Как бы это смешно не звучало, мне сказали, что там кормят. Кормят, да. Я хотела посмотреть, что там. И жду вечером концерт Айстин, чтобы покричать. По барам. Меня зовут Мария, я работаю на робостанции и представляю сегодня на ВК-фесте робостанцию. Как так произошло, что вы решили приехать на ВК-фест и показать своих роботов? Мы всегда готовы к различным коллаборациям. Мы очень любим демонстрировать наших прекрасных роботов, которых можно взять также в аренду. И мы решили поучаствовать в ВК-фесте, чтобы многие узнали о нашей выставке. Выставка находится на ВДНХ во втором павильоне. А также, чтобы люди узнали, какие технологии мы представляем. Скажу в ответ ничего на ней. И скажу привет, если бабок нет. Нет. Слушай любимый звук, это звон монет. А не танк в задней рук, это мой концерт. Не завожу подруг нас за деньги, да. Я не делаю биты даже за деньги, да. Я подумаю, потом расскажу сразу, да. За деньги, да. За деньги, да. Как вам сегодняшний фестиваль? Фестиваль не успел посмотреть. Как только пришел, сразу пришел к Римбу. Но я так понимаю, что людей очень много. Пока что шел, посмотрел, да, там выступали какие-то артисты на сцене. Было очень много людей. Ну и в принципе бокс тоже, несмотря на то, что находится на одном из удаленных участков. Собирает много людей. Ринг привлекает внимание. Перчатки, бокс. В принципе, в целом привлекает внимание очень. Людей много собралось. У вас неплохо получается. Спасибо. Стоило бы развивать, но только в качестве фитнеса. То есть не профессионально. Ни в коем случае. Не женский вид спорта. Девочка красивая, грациозная должна быть. Женственная. Бокс. С боксом это тяжело совместить. А как вам сегодняшний фестиваль? Фестиваль просто отличный. Сегодня замечательная погода, в отличие от вчерашнего дня. Светит солнце. Никакого дождя в юге. Все для гостей. И поэтому мы рады, что очень много сегодня посетителей пришло к нам и на стенд, и на стенд ВКонтакте, где мы работаем сегодня. Мы готовим сценические выступления уже более 10 лет. На самом деле, популярные образы из киновселенной «Звездные войны» мы также больше 10 лет используем. И выступаем, в том числе официальных компаний, которые выпускают зиму. Естественно, присутствуем на всех премьерах и кинопоказах. Ну, а сейчас работаем и развлекаем гостей в фестивале. И также проводим занятия по фертованию на стенд ВКонтакте, чтобы все желающие могли приобщиться к этому виду. Как вам фестиваль? Отличный фестиваль. Классная организация. Мне очень понравилось. Я был в прошлом году на этом фестивале, также в качестве участника. Но по сравнению с прошлым годом, это просто фантастически. Первый день немножко не повезло с погодой, но второй – это просто чудесно. Это я в Дубае, я еще отдыхаю. Да, я так богата, и я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают, они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, о, тут королева, я раскидываю бабки. Очень масштабно в этом году, и удалось собрать море впечатлений. Здесь все люди ходят, и в полном восторге. Вот каждого спроси, как вам ВК-фест, он скажет, это был просто разрыв шаблонов и буря эмоций. ВК-фест – это мероприятие, которое объединяет очень много блогеров. И здорово, что вот здесь собраны люди, с которыми можно пообщаться, заколабиться и даже устроить фан-встречу. То есть я написала на своей стене, что я здесь сегодня буду, и ко мне подходило очень много ребят, фоткались, записывали видео. И получилось, что, ну, не нужно было искать место, не нужно было время, а просто вот указываешь, что я вот на зоне ВК-клипов, и все, люди к тебе тут же подходят. Здорово, что ВК дало аккредитацию и позволило пообщаться, ну, и с аудиторией, и, что важно, с сообществом клиперов. Есть вариант. Есть. Лимонад. Что-то где-то около лимонада. Лимонад у нас бывает какой? Лимонад. Грушевый. Совершенно верно. Привет, меня зовут Колосов Андрей, мне 18 лет, я учусь на врача-стоматолога, но параллельно занимаюсь разработкой технологичной одежды. Сейчас мы находимся на фестивале ВК-фест, и здесь я представляю свою первую коллекцию, которая состоит из одежды, которая меняет цвет от температуры. Выглядит это все примерно следующим образом. Когда на улице холодно, она имеет вот такой вот цвет Тиффани, но как только ее согреть, так сказать, она начнет белеть. Ого! Имеется примерно вот такой эффект. Честно говоря, я сам в шоке от происходящего. И все вещи из нашей коллекции обладают таким эффектом, и уже в сентябре мы представим коллекцию фотохромную. Она будет менять цвет в зависимости наличия или отсутствия солнечного света. То есть в тени одежда будет, допустим, белая, а на солнце синяя. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанером.